Здравствуйте, приветствую вас. В эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодняшний гость студии Николай Гуликов, главный редактор «Ревятской особой газеты». Добрый день, Николай. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Владимир. Всем добрый день. Всем приятного аппетита. Легко одеты уже по-летнему. Сегодня, слава богу, вот настала, наконец-таки, даже не знаю уже, как сказать, весна или, может, не побояться сказать этого слова «лето». Ну вот за эфиром мы успели поговорить. Такой разнобой сегодня в одежде у кировчан. Кто-то полегче одет, кто-то потеплее. Нет, ну, с другой стороны, разнообразие – это вещь хорошая, да. Вот мы, видимо, сегодня будем на эту тему говорить. Я всегда поддерживаю разнообразие. Конечно, оно забавно, когда идешь в летние рубашки, на встрече женщины, конечно, в очень красивом пальто, там, ну, в очень черных, таких плотных колготках. Немножко так жаль, но смотрится все это очень хорошо, эффектно и красиво. Хочется подойти и сказать, ну, что ж ты делаешь? По крайней мере, сюда есть повод подойти. Оголи ножки, уже не забивай их. 14 мая на календаре, позавчера у нас закончились майские праздники. Были они продолжительными, я даже не помню, когда в последний раз столько было у нас выходных дней. В итоге получилось 10, 9. Нет, ну, если считать с 1 мая, да, и там 3 такое вкрапления, 3 дня, да, которые некоторые организации просто не работали. Поэтому получились такие достаточно продолжительные каникулы, даже длиннее новогодних, по-моему, да. А там еще переносились они еще с Нового года. Да, да, да. Не припомню просто, когда был такой подлинный раз. В общем-то, конечно, опять же, как бы, наверное, это хорошо, да, то есть, как бы, для садоводов, хотя, конечно, погода не очень помогала нашим садоводам, но они у нас люди терпеливые. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, возникает ощущение какого-то, опять-таки, перебора, я не знаю. Не дуреет народ у нас от такого числа выходных? Немножко дуреет, потому что, как бы, вот заняться-то особо нечем получается. Хорошо, у кого есть сад, когда погода подходящая, да, чтобы в саду можно было поработать. А вот у кого этого нет, там, кто там, скажем, мне тоже везет, у меня маленький ребенок, с ним всегда можно найти занятия, если есть свободное время, да. А кто, вот, скажем, каких-то таких вот обязанностей лишен, то, конечно, легко отупеть просто, вы знаете, когда 2 недели практически не работать, и чего-то такого нет, не происходит, да, то как-то, я не знаю, ну, что пялиться в телевизор, там, или, я не знаю, там, загорать нельзя. Окупаться нельзя, там, куда-то уехать, черт его знает, это тоже от финансов зависит. То есть, мне кажется, я почему говорю, что ощущение перебора возникает, что некоторые люди просто так вот уже воют к концу вот этого промежутка, так, скорее бы уж на работу, что и выйти, там, или на учебу, куда-то вот так. А мне всегда было интересно, вот, в плане, в плане экономики, такое количество выходных дней, провал, наверное, какой-то случается, хотя власть имущая нас уверяет в том, что никакого провала не происходит. Нет, ну, если брать, вот, до этого у нас опыт был только с новогодними праздниками, да, то провал-то там как раз происходит, и это всегда учитывается во всех сводках Растата, и с учетом на это дается, что практически 2, только декабря рабочие в январе, и, соответственно, январские какие-то цифры, они не являются показательными, да, как месячные. В этом году вот такой опыт с маем, мы скоро узнаем, как это отразилось. Ну, у нас такой, да, из года в год, и на протяжении многих десятилетий такое трепетное отношение к этим майским праздникам, все мы выезжаем, что-то садить, там, в земле копаться и так далее. А я сегодня шел на работу, и поймал себя на мысли. О том, что вот наша привязанность к земледелию, это ведь, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, опять же, в экономическом плане мы тем самым, выращивая овощи, у кого-то получается фрукты выращивать, выращивая все это, мы лишаем части прибыли профессиональных сельхозпроизводителей, которые продают свою продукцию. Я бы так не стал говорить, мы, во-первых, производим продукцию для себя, мы сами себя обеспечиваем и снижаем, скажем так, повышаем наш жизненный уровень, да, во-вторых, если мы выращиваем удачно, выращиваем там овощи, что-то мы выбрасываем их на рынок, мы таким образом создаем некую даже конкуренцию, да, то есть вот бабушки, которые сидят у рынка и продают свою репку, там, своколку и так далее, они вполне здоровую конкуренцию создают, во-первых, магазинам, которые этим занимаются, и тому же самому рынку, рядом с которым они сидят. Вот, это нормально, мне кажется, это очень хорошо. Чем больше людей занимаются земледелием, тем мы более безопасными становимся. Вот, знаете, как-то мы рассуждали… — Независимо от колебаний цен, в частности. — Да, да даже от всего, потому что как-то рассуждали, помните, когда был разговор, все про конец света, про все прочее, да, и что будем делать? Все же сразу вспоминали, вот, знаете, вот такой безвременье, времен, там, семнадцатого года, да, когда все порушилось, все стоит, ничего не производится, и люди там берут пальто, идут на рынок, меняют нам мясо, а мне друг-то говорит, а мы пальто-то, конечно, понесем на рынок, ну, кто ж нам даст взамен мяса, если никто его не производит. Крупная контора от электричества сразу сдохнет, все погибнет, вот, а частного производителя нет, вот этого вот приусадебного нашего хозяйства, вот этого вот домашнего, да, домашний скот мало кто сейчас держит на своих участках, разве что троликов там или курт по-интересу нет, вот. И вот, когда что-то такое может произойти, а мы же видим с ними фильмы о том, как это происходит, там падают астероиды или что-то еще там каждый раз, и вдруг понимаешь, как же ты беззащитен, если ты не имеешь вот этих своих, там, шести или десяти соток, да, а вот когда они есть, ты уже чувствуешь себя защищенным, по крайней мере, ты можешь развести там курт, а муток, обеспечить себя, крыльчатиной и жить совершенно спокойно при любом общественном строе, при любых атоклимах, поэтому это очень благое дело. Давайте сейчас поговорим еще о том, как прошел 9 мая, День Веника Победы в нашем городе, а вообще в целом стране впечатление ваше от того, как это все было? Вы знаете, тут очень злоякое всегда впечатление, потому что этот праздник один из моих самых любимых, если не самый даже любимый в году, да, ну вот не брать вот Новый год, который не является каким-то вот таким, к чему-то привязанным праздником, календарным. По наполненности. Да, по наполненности как бы. День Победы это, мне кажется, вот тот праздник, который в перспективе может стать нашим главным государственным праздником. То есть есть много таких мертворожденных дат у нас сейчас появилось, я не имею ничего против государственного флага или Конституции, но вот эти День Флага, День Конституции, они очень плохо приживаются, они не имеют за собой вот этого какой-то истории, предыстории. День Победы в этом плане совершенно вот такой уникальный праздник, который может стать вот как в Америке, там День Независимости, там нет специального Дня США, там есть День Независимости, 4 июля, да, 4 июля, это вещь, привязанная к определенному вот совершенно событию историческому, да. То же самое и здесь у нас, то есть это тот праздник, который мог бы стать вот настоящим таким снизу вверх, настоящим народным государственным праздником, потому что у нас сейчас такого в общем-то нет. После того, как 7 ноября исчезла, после того, как 1 мая затушевалась, хотя вот в этом году попытались его возродить, вот когда вот эти вот праздники, которые за 70 лет уже стали такими общенародными, да, они исчезли, то вот сейчас на это место как бы остался единственный праздник, 9 мая. – С другой стороны, к сожалению, вот то, как у нас организуется эта празднованная, да, для меня это немножко так попахивает какой-то канцелярии, каким-то формализмом, к сожалению, вот у меня такое ощущение, что вот у людей есть какая-то дата, они обязаны вот это сделать, все хотят, чтобы это прошло гладенько, чистенько, то есть власти заинтересованы в том, чтобы не было того-то лишнего, того-то, чтобы все было хорошо, чтобы все дружными колоннами там прошли вот в это ограждение, никто, не дай бог, что-то там не пронес, что-то не сделал, что-то такого излишнего, то есть все очень сильно формализовано и вот такого, понимаете, как бы народного выписка, как, знаете, вот на Новый год к елке новогодней на площадь все идут, да, совершенно это все не тем не спланировано, не спрогнозировано, там вот нормально, люди радуются и все прочее. Вот тоже самое, на мой взгляд, должно бы происходить в День Победы, потому что это наш общий праздник, это праздник всех, кто живет, и те, кто родился там год назад, и те, кто родился там 70-80 лет назад. Во-вторых, конечно, вот еще, что меня напрягает, это мы каждый раз под День Победы начинаем активно по телеканалам, по радиоканалам говорить о том, как мы любим наших ветеранов. Вы знаете, сейчас 68-я годовщина уже, да, 68-я годовщина для победившей страны, вот по моему мнению, когда 68-й год после Победы наши ветераны все должны жить на полном гособеспечении, в отличных там жилищных условиях, иметь все необходимое, так жили члены Политбюро в свое время, да, то есть они давно должны это получить. Что мы имеем на самом деле, ну мы, наверное, Дубнов все знаем, мало того, что здесь вот тоже, вот я просто принял, что фамилии не перепутать, мы просто взял с потолка две истории из районов, да, когда не просто там какой-то почет и уважение, а просто обыкновенные права ветеранов опираются до сих пор. То есть человеку, которому должны дать квартиру, не дают квартиру, на каких-то совершенно формальных обстоятельствах, вот это как было в Омкинском районе, но история достаточно интересная, мы сначала объявили, что он получит квартиру, деньги уже перечислены, потом нашли какой-то там закорюку юридическую, которой он уже 86 лет, его сняли с учета и потом еще торжественно сказали, что вы можете снова встать на учет через пять лет, понимаете, это меня больше всего убило в этой истории, человеку 86 лет, он ветеран войны, он фронтовик, или там в Афанасьевском районе, где уже там третий год через какую-то непроезжую совершенно дорогу, уж смоются, скоро на самолете летать будут, поздравляют там 90-либо в этом году с 90-летием тоже ветерана войны, которая там уже несколько лет, там на два километра дороги просто отремонтировать, туда и Белых приезжал, там все-таки команды давал, все осталось по-прежнему. То есть получается вот этот формализм, на словах как бы мы вручаем какие-то грамоты, какие-то там письма поздравительные, а вот такие простые вот бытовые вещи, которые они уж в отличие от может быть там всех нас, они должны, они имеют на это право, этого нет, это такую некоторую тень что ли бросает этот праздник, мне кажется это конечно огромная недоработка, потому что на Рублевке должны жить не те люди, на которых праздник не живут. — На празднике или на чиновников, на ответственных праздников? — Вы знаете, это все складывается вот как раз на 9 мая, потому что к 9 мая все это вспоминается, все это выплывает и вот получается опять вот тот же праздник со слезами на глазах, да, радость со слезами на глаза. К сожалению так, хотя вот я еще раз говорю, что мне кажется у этого праздника перспективы стать вот таким центральным российским праздником главным. — Я помню в начале 2000-х я общался с ветераном, ему на 9 мая подарили бутылку водки и полку колбасы, сейчас у нас интересно как дела обстоят. — Ну сейчас открытки дарят, кому-то платок подарят, там вот я видел там фотографии, торжественно это все освещается, то есть глава кого-то района прибывает кому-то ветерану, дарит ему письмо от президента России, вручают, вот, и там что-то еще там с хозяйством, там платок, скалку, не знаю что у того что. Так ведь дело-то даже не в этом подарке, понятно, что муниципалы они ограничены достаточно в средствах, хотя тут тоже вопрос конечно очень двоятный, да, на что-то они ограничены, на что-то нет, то есть машины для главы района они не ограничены, покупать подарки для ветеранов получается не ограничены. Ну ладно уж так сложилось, хорошо, тут говорится недорог твой подарок, недорога твоя любовь, но, собственно, есть вещи, которые они должны обеспечить тоже жилье, которое президент России велел там обеспечить еще сколько лет назад и до сих пор еще этот вопрос не решили. — Да, но по последним данным, если не ошибаюсь, 16 с чем-то тысяч ветеранов у нас по всей стране не обеспечены до сих пор жильем. — А тем более, что с каждым годом число уменьшается и получается очень такая какая-то огромная несправедливость, то есть люди умирают, так и не получил даже, так и не почувствовал, собственно говоря, победы вот этой вот, да. То есть где она для них вот эта самая победа? Сразу после победы они что, началось восстановление народного хозяйства, начался строительство развитого социализма, то есть, в общем-то, счастья они не видели. И сейчас уж казалось бы так, когда бы, как и сейчас, хотя бы тем, кто остались живы, сделать что-то, на самом деле, знаете, вот как чудо искать, джинн там вылетел и что-то сделал, возможности такие есть, что самое обидное. Это ведь не так что и дорого стоит, их на самом деле осталось очень немного. — Я все время примеряю на наше и на последующее поколение, а смогли бы мы выдержать то, что они перенесли? — Ну, я опять же под огромный вопрос ставлю, но я не думаю, что они же про себя же, условно говоря, там за пять-шесть лет до войны могли вот представить, что на них свалится и как они все это переживут. Вот тогда согласитесь все-таки вот это, что еще мне очень нравится в этом празднике, что этот праздник, вот эта вот годовщина какого-то такого величайшего единения наших вот, да, вот, жителей нашей страны, да. Совершенно они зависят от национальности, вероисповеданий, от каких-то и прочих вещей, вот. И вот это вот какая-то вот, вот это ощущение, что это единство когда-то было, оно у меня вот очень игреет, да, и понимаете, вот иногда кажется, что вот, а вот меня больше тревожить, смогу ли я что-то там сделать или как-то? Человек во всяком случае как-то выживает. А вот когда-либо сможет ли вот наша страна снова так объединиться ради чего-то? Вот это меня, вот это, пожалуй, вызывает меня сомнения. — Еще одно событие, которое как раз-таки 9 мая произошло, Вятским полянам было присвоено звание города трудовой славы. Ранее это произошло с Кировым и с Котельничем. Помните, да, как вопрос-то долго и тяжело обсуждался именно по поводу вводить или не вводить это звание, и мы выходили на федеральный центр власти нашего города. Смысл? Есть ли в этом? Стоит ли так биться? И вообще смысл? Что для нас, ныне живущих, означает жить в городе трудовой славы? — Ну, во-первых, я думаю, что все-таки вот город Киров отличился. Ну, условно говоря, у каждого города есть как бы вот своя такая военная функция, да, если вспоминать вот войну, да, скажем, там Сталинград, ну, Волгоград, там Курск, вот, Брест. А города тыловые, которые работали в тылу, они такой как бы вот легенды не имеют, поэтому как бы и многих может возникнуть ощущение, что мы где-то были в стороне, знаете, где-то там в глубоком тылу, что-то, все-таки, и все у нас было так радостно и весело. Поэтому как бы вот определенное напоминание о том, что вообще-то работала на фронт вся страна, и многие города работали просто так, что, ну, фантастический, героический труд был, который непредставимый сейчас опять же вот для нас. Вот поэтому в этом звании смысл определенный, безусловно, есть. Но меня, например, в этом смущает вот что, ведь это уже заслуга не нынешнего города, скажем так, Вятские поляны, да, и не нынешнего города, там, Котельничья, это заслуга вот именно какой-то вот историческая заслуга этого города. То есть, когда это звание присваивается либо не присваивается, должно в учет браться как бы его история. И здесь меня удивляет, почему, например, вот Вятским полянам дали это звание, а Мутнинску отказали в этом звании. Что-то случилось с историей Мутнинска, это мне непонятно. То есть, здесь вот в чем дело. Мне такое ощущение, что вот это звание, оно опять же стало каким-то таким немножко бюрократическим элементом воздействия на муниципальные власти. То есть, вы хорошие власти, мы дадим вам это звание, а вы плохие власти, мы не дадим, хотя нынешние власти уж точно никак не определяются. Достоин этот город этого звания, эта история города определяет. Вот это меня немножко удивляет, потому что, когда я прочитал, что Мутнинску в этом отказали, я так не понял на каком основании. На каком-то формальном, но это смешно, извините, мы говорим об истории, а не о каких-то вот крючках, да, уронских булингах. Вот единственное. А так, я думаю, что это вполне нормально. То есть, это еще один элемент, который как бы, ну вот для людей, которые молодые, которые многого могут не знать, по крайней мере, будут вызывать у них интерес, вот наш город, город трудовой славы, ему будет интересно, почему, как и что. — Обратиться к истории. — Да, лишний раз откроют книжку или кого-то спросят и узнают о том, в каком городе он живет, потому что ведь вот патриотизм-то начинается с детских лет, его нельзя вот так вот приказом президента вести патриотизм, да, вот, он начинается с детских лет, он начинается с таких простых вещей, когда все идет от самого собственного человека, вот именно от его какого-то общения с близкими, там, с книгами, с источниками, то есть не с чем-то навязанным сверху, а просто вот как развить. Поэтому, я считаю, это очень правильная вещь. — Интересно будет, кто следующий у нас станет из города в городом трудовой славы? — Ну, я полагаю, что... — Этот процесс, видимо, будет продолжаться? — Безусловно, потому что, в общем-то, города, области, они, по-моему, в равной степени заслужили это звание. Ну, сами понимаете, когда была война, там, никто не мог отсидеться, там, отдохнуть и как-то еще. Вот, если вот, особенно воспоминания людей, вот, у половиков, когда слушая что-то, это же было что-то ужасное, какой-то. Даже, на самом деле, это так вот, мы не можем представить себе, как люди в отвоевали, выживали все, переживали все. Точно так же очень трудно представить, как они работали в тылу, потому что это немножко не соотносится с нашим пониманием работы, вот, как я с ним привык. — Перейдем, давайте, к делам нашего города. Одно из ярких событий последнего времени состоялось, состоялось 6 мая, аукцион, в котором участвовали 16 предприятий строительных. Речь идет на кону остановочные павильоны. Вчера у нас программа дневной разворот была, этому посвящена. На связи у нас был руководитель дирекции дорожного хозяйства Павел Васильевич Кошкин. Вот, по его словам, в ближайшее время, до конца года в нашем городе появится 109 остановочных павильонов. Все они будут типовые, стены металлические, кровля, крыша из профнастила. И тут же вспоминается процесс обратный, когда, да, ларьки у нас удалялись, уничтожались, и предприниматели, в общем-то, вполне юридически верно поступали, что они увозили с собой эти остановочные павильоны. Безусловно, остановки цивилизованные, хорошие, красивые нашему городу нужны. Но, с другой стороны, вот эта первая волна, видимо, будет. Всего у нас 500 остановок в городе. Вопрос, когда же мы все-таки добьемся такой красоты-то? Нет, ну, во-первых, давайте вспомним вас. Хорошо вспомнили, что все время предприниматели обязывались строить вот такие вот павильоны вместе с киосками, да. Но это уже была не первая волна, вот когда люди пытались как-то привести в порядок это хозяйство. Вот. И всякий раз вот эта вот смена вот этих вот павильонов, она сопровождалась искоренением определенной части уличных, уличных торговцев, да, за права которых я всегда горячо выступаю. Вот. Потому что всякий раз, когда начинает говорить о том, что нужно привести в порядок остановочные павильоны, я понимаю, что опять будут сокращать киоски. Опять будут сокращать киоски. И опять будут ссылаться на то, что нам пора прийти к цивилизованной жизни, да, к цивилизованной торговле. Хотя вот здесь вот есть такой в Кирове журнал «Товар Денький Товар», они недавно продиковали очень хорошую подборку фотографий, как обстоит дело с уличной торговлей в ведущих столицах европейских. Везде эти киоски стоят, везде они торгуют, в том числе и пивом, где-то даже и более крепкими напитками. Везде они торгуют и прессой тут же, и все, работают какие-то с утра до утра, какие-то там с раннего утра до позднего вечера, и никто их никуда не убирает, понимаете. Обычные, нормальные киоски, никакие они достижения архитектуры. То есть поэтому вот это лукавство, когда нам говорят, что приходи какой-то цивилизованный вид, да, откуда взяли этот цивилизованный вид, кто его придумал. А когда вот я здесь читаю, и мне говорят, что теперь в Кирове появится 109 одинаковых, одинаковых киосков одного цвета. Знаете, я начинаю понимать, что значит личность главы города, у нас личность генерал глава города. Все должно быть однообразно, все должно быть красиво. Я в этом красоты не вижу. Вот смотрите, взять вот, понятное сравнение такое немножко однобокое, но взять станции московского метро, да. Каждая станция совершенно неповторима. Они строились в разное время, они строились в разное политическое время, условно говоря. Там разные символы, какие-то эпохи возникают, совершенно разная архитектура и все. Нет единообразия московского метро, а для меня это может быть, скажем, образец некой транспортной инфраструктуры, да. Почему мы-то хотим быть вот такие однобокие и скучные, да. Все там здесь бронзового цвета, здесь какого-то еще, здесь два метра отсюда, здесь три метра отсюда. Это меня угнетает, потому что наш город должен быть, как мы сегодня уже говорили, да. Вот как красиво, когда по городу идет пёстая толпа, кто-то в черном, кто-то в ярком, кто-то в трусах, кто-то в джинсах. Все очень разнообразно, все очень хорошо и весело. От этого возникает веселье на душе. Когда мы видим вот это однообразие, мне вспоминается казарма, да. Вот эти полоски на одеялках мы выравниваем. Никогда никому не объяснилось, зачем выравнивать эти полоски, если кровати аккуратно заправлены, да. Все сделано правильно, но при этом еще должно быть так. И вот здесь вот выравнивается, там вот, надо подойти вот в это место, встать, посмотреть, потому что командир будет смотреть вот отсюда. Вот. Здесь примерно то же самое. Сейчас мы наш город, опять же, начинаем превращать в некое подобие казармы, да. Вот у нас будут сейчас одинаковые павильоны. Потом у нас построят одинаковые киоски, в которые посадят людей с одинаковым гипертоларом, потому что это будут люди, представляющие две-три крупные фирмы, которые, так сказать, превратятся якобы в киосочки, которые у нас происходят на Мизинках, где, вы сами прекрасно понимаете, кто торгует. Просто они торгуют в киосках, а торгуют тем же самым, чем у своих магазинов. Вот такая же унификация пройдет у нас и здесь. И у нас вместо вот этой вот свободной торговли, да, за которую все на словах ратуют, произойдет очередной виток монополизации торговли, под видом вот борьбы за нее. Поэтому у меня вот очень двоякое впечатление. Понимаете, во-первых, зачем именно сейчас потребовалось, ну понятно, что потребовалось потому, что увезли старые киоски, да, старые киоски, старые остановки. Ну а зачем именно сейчас вот это вот, было вот зачинать вот этого дела? Не проще ли было? Смотрите, вот разные остановки, разное название, разная история. Некоторые остановки уже сейчас напрямую увязаны с историческими местами, да. И вот объявляют там установку, там, собор там у нас на Герсона, раньше была установка Герсона, как это называется? Трифонов моностырь, да. И вместо вот исторического такой аллюзии, да, Трифонов моностырь, какой-то ассоциации, мы с тобой видим опять вот эту казарменную штуковину, которая торчит. Вот при чем здесь остановка Трифонов моностырь, при чем здесь вот эта вот конструкция? Понимаете, вот это, безусловно, недоработано. По крайней мере, те остановки, которые имеют некое историческое звучание, они, конечно, должны отличаться от других. Это не так и дорого. Тем более, что здесь сколько там они, четыре, ой, сорок с чем-то миллионов, да? Вот примерно 45 тысяч. Около сорок четырех тысяч, да, каждый памильон, то есть за такие деньги можно быть несколько пооригинальнее, мне так кажется, насколько я понимаю, в ценах на вот такого рода объекты. Можно быть несколько пооригинальнее, можно привязать их каким-то образом к названиям и сделать, по крайней мере, разными. Однообразие это всегда хорошо. Еще одно строительство в нашем городе сорвалось, такое впечатление. Ну, по крайней мере, об этом говорит информация по стопе. А, вы говорите, видимо, про путепровод. Про путепровод, да. Многострадальная история, давно уже об этом говорится. Ну, потребность в новой транспортной магистрали, безусловно, есть, чтобы соединить микрорайон чистый пруды с... Владимир, меня просто интересует. Вот смотрите, у нас появилась потребность в магистрали после того, как построили чистые пруды. Интересно, а когда строили чистые пруды? Задумывались ли об этом, да? Задумывались ли об этом. И почему у нас сначала построили жилые дома, через несколько лет вспомнили, что, наверное, нужен еще детский садик, да? Сразу почему-то не задумались. А потом задумались, что, наверное, еще нужен и путепровод туда. Вот это меня больше всего увлекает. И тут как у нас реформа медицины, давайте сначала все закроем, а потом что-нибудь построим, да? Может быть, если деньги будут. То же самое здесь. Давайте мы построим чистые пруды, да? Вот давайте построим. Там, видимо, деньги появились, какие-то надо их освоить, надо их там, ну, как у нас говорят, там, освоить, да, хорошее слово, распилить тоже хорошее слово. Вот. А потом вдруг возникает такой вопрос. Потом возникают какие-то вот эти мифические 2,6 миллиарда, по-моему, да? Кто там Путин пообещал или кто пообещал? Правительство России пообещало. Вот. Дело в том, что такого рода вещей в России очень много. И везде какой-нибудь Путин или какой-нибудь Медведев, или какой-нибудь из Экзамов что-нибудь обещают. Из этих обещаний, насколько я понимаю, исполняется, дай Бог, десятая часть. Вот. Потому что сейчас у федерального бюджета есть свои сложности. И не всякий раз они при этом вспоминают о такого рода вещах. Это одна из моих вот догадок. Я не знаю, конечно, всей этой истории в точности, почему именно дагестанские строители, тут опять же дагестанские строители, которые заняты на строительстве олимпийских объектов. Это меня уже шокировало. Потому что что такое строительство олимпийских объектов, благодаря в том числе Алексею Навальному, мы прекрасно знаем, да? И вот фирма, которая уже занята на строительстве олимпийских объектов, это уже как-то характеризует, выигрывает у нас вот этот вот самый конкурс. — Вдалеке. — Да, вдалеке где-то от своей родины, вдалеке от Сочи, но сумма все-таки такая федеральная средица — 2,6 миллиарда, которая, в общем-то, всегда аппетитно выглядит, да? Вот. И потом вдруг неожиданно отказываются. Раз они строят Сочи, значит, это непросто, так фирма не с улицы пришла, значит, никакой-то вот имеет доступ. — Есть авторитет. — Да. Есть, во-первых, авторитет, во-вторых, есть какие-то связи, потому что на чем Сочи было непросто. Раз у них есть какие-то связи, то я полагаю, что они еще выяснили, что вот эти 2,6 миллиарда — это весьма такая всплывчатая сумма, которая может будет, а может — нет. А то, что наш город с ними не рассчитается, если не будет федеральных денег, это понятно всем. То есть 2,6 миллиарда — сумма для города. — 2,6 миллиарда — это треть нашего бюджета городского премьера. — Четверть. — Четверть? — Порядка. Нет, у нас бюджет все-таки не такой маленький, что уж вы у нас. — 8-9 миллиардов в год. — Вот. Город все-таки у нас такой достаточно в этом плане хороший, но 2,6 миллиарда — сумма безумная для любого, в принципе, даже для Москвы сумма достаточно значительная. Вот. Поэтому я вот боюсь, что они спрыгнули по той же самой причине, что поняли, что денег этих не будет. И по той же самой причине, скорее всего, вдруг появился вот еще один план, который недавно озвучили, что у нас... — Улицу Мельничную. — Да, улицу Мельничную, которая может превратить в поселок Дурне, можно пригласить в магистраль. Тут, естественно, первое, что у всех вспомнилось — это вот этот знаменитый железнодорожный проезд под Москвом, да, как его приводить в магистраль, это для меня пока остается загадкой. — Куда деть поезда? — Да. То есть все, что связано с ремонтом и железными дорогами, это до такой степени затруднительно, а тем более это же транссиб, господи, о чем мы говорим. То есть затевать там какое-то строительство, связанное с расширением вот этого горлышка, а его расширять надо, иначе что это за магистраль, где там годную машину могут проехать, но не всегда. Во-вторых, вот само состояние уличное, мельничное, вот улица Мельничная, вот как она сейчас проходит через наш знаменитый поселок Новый и так далее. Я боюсь, что здесь сумма будет, конечно, не 2,6 миллиарда, но в реальности очень-очень серьезная. Хотя это может развести на много лет. Вот. Ну и опять-таки праздник, потому что там дагестанские строители, а здесь все-таки это можно сделать силами своих, и суммы эти как бы будут же подконтрольной местной власти. Может быть даже они с каким-то облегчением вздохнули, узнав о том, что дагестанцы отказались. А может быть они уговорили дагестанцев отказаться. Тепная история. Ну, по крайней мере, да. Никакой официальной информации нет, толкование официального. Вполне возможно, что просто посчитали, что зачем деньги отправлять из города таким-то, опять же, и тогда все будет периться, и каким-то чиновникам из Дагестана там или из Москвы, когда это может быть сделано в нашем узком кругу, нашими близкими нам фирмами. Может быть и так это все мы узнаем лет через 10, когда начнут писать мемуары участники событий. Интересно. Это программа «Особое мнение» в нашей студии. Николай Голиков, главный редактор «Авятской особой газеты». Сейчас у нас небольшой перерыв, вернемся очень скоро. Особое мнение главного редактора «Авятской особой газеты» Николая Голикова. Меня зовут Владимир Сметанин. Продолжим, не так много времени у нас остается. Очередной рейтинг появился доходов населения, проживающего в Приволжском федеральном округе. Регулярно публикуются эти цифры. Ну, любопытно бывает сравнить, кто где, сколько получает и на какие суммы живет. Вот на сей раз по итогам 2012 года наша область оказалась на шестом месте в списке 14 субъектов Приволжского федерального округа. Как опубликовал Кировстанц эти данные, у нас среднедушевые доходы в регионе составляют почти 17 тысяч рублей в месяц. Владимир, вы ничего не путаете? Это, скорее всего, результаты по апрелю этого года. В апреле список позиций лидеров и аутсайдеров написано «не сменились». Ну, то есть, до сих пор, видимо, ситуация остается дольше. Потому что данные по году, по доходам, они достаточно давно были опубликованы. Уже и предварительные, уже основные, а официальные. То есть, наша газета постоянно об этом следит. У нас статистика – это один из наших, так сказать, коньков. И, кстати, вот опять же хочу сказать, что Росстат в последнее время очень… Кировстат, точнее, Кировское управление, они большие молодцы. Они стали гораздо активнее, чем раньше пропагандировать вот эти цифры. Потому что знать их, безусловно, нужно. Но знать их нужно и употреблять их нужно, безусловно, с умом. Потому что, вот скажем, в данном случае мы говорим о чем? Мы говорим о доходах, да? Вы знаете, что такое доходы? Из чего они складываются? Ну, для меня доход – это зарплата. Да. Но дело в том, что когда считаются зарплаты, это считаются зарплаты, да? А когда считаются доходы, кроме зарплаты человека, считается также очень много других показателей. Какие-то социальные выплаты, которые он получает в явном, либо неявном виде. Может быть, стипендии, может быть, его доходы как предпринимателя, доходы от продажи недвижимого имущества, доходы от продажи автомобилей. То есть, понимаете, вот как бы вот я продал, например, квартиру стоимостью 2 миллиона рублей. Вот я увеличил доход нашего всего Кировской области, каждого жителя на 2 рубля. Вот я одним своим этим движением увеличил доходы наши, ну, да, там чуть меньше, чем 2 рубля. У нас 1 миллион 300 живет где-то там с копейками, 1,34, по-моему, миллиона, да? Вот. И дальше другой человек тоже продал квартиру. То есть доходы – это такая хитрая штука, потому что доходы – это не прибыли. То, что я 2 года назад на эту квартиру потратил – 1 миллион 800, в этой… Это не в счет. Это не в счет, безусловно. Это было учтено 2 года назад в моих расходах. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому доходы – это достаточно такой показатель. Он необходимый, он очень важный, но он достаточно лукавый. Понимаете, его нужно именно как лукавый. Вот вы вот живете на зарплату, да? Вот о зарплатах с зарплатами все понятно. То есть, безусловно, как и любое другое усредненное понятие, оно чревато тем, что кто-то получает там миллион, кто-то получает 12 тысяч, а в среднем по палате, да, температура 36,6. Тем не менее, это показатель гораздо более такой, как бы даже Никита Юрьевич в свое время сказал, что это один из важнейших показателей – это фонд оплаты труда, собственно, из которого складывают зарплату. Это один из главных показателей. Правда, что удивительно, потом, выступая на эту тему на ОЗС, он неожиданно вместо цифр по зарплатам стал приводить цифры как раз по доходам. А это очень разные цифры получаются в итоге. Поэтому, как бы, безусловно, приятно, что наша область на шестом месте по доходам. Но давайте еще тогда вспомним вот такие вещи. Ведь эти доходы должны не просто сами по себе соотноситься, они должны соотноситься с расходами, то есть со стоимостью жизни. – Сколько мы тратили, да? – Да. Здесь вот я почему говорю, что вот почему я предпочитаю фигурировать, говорить именно о зарплатах, а не о доходах, да? Потому что вот есть такая схема, ее рассчитывает Минрегион развития – это отношение зарплаты средней по региону к средней стоимости потребительской корзины. Это так называемая покупательная способность населения, да, скажем так, работающего населения. Так вот, я буквально недавно смотрел данные по январю-март, по-моему, по кварталу, по первому. Значит, такая ситуация интересная. По зарплатам мы сейчас одиннадцатая в ПФО, по величине зарплаты, а по стоимости потребительской корзины, он очень хитро называется, корзина называется «фиксированный набор потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения». Он составляется в Москве, разрабатывается и просчитывается в соответствии с ценами действующего региона. И вот по этому соотношению у нас по дороговизне получается область четвертая в ПФО. То есть перед нами только Пермь дороже нас, Самара дороже нас и Нижний Новгород дороже нас. В то время, если сравнить зарплаты, которые есть там и у нас, то получается такая парадоксальная картина. То есть по зарплатам мы, условно говоря, одиннадцатая, по дороговизне мы четвертые, а мы одни из самых дорогих. А по покупательной способности в ПФО мы последние. То есть иногда чуть-чуть выше Мордовии, как последние, иногда чуть-чуть ниже Мордовии. И поэтому, когда соотносишь все эти цифры, соотносится красиво. У нас зарплата поднялась, у нас то-то, то-то, то-то. Вот почему-то потребительские картины при этом как-то так умалчиваются. У нас доходы поднялись, мы на шестом месте по доходам. Но если опять-таки мы эти шестое место наложим на стоимость нашей жизни, которая у нас достаточно высока, то это место будет выглядеть не так уже аппетитно. Поэтому, как бы, я очень рад, что вот эта вот информация появляется, что люди наконец-то начинают понимать, что знать надо не только вот эти проценты роста, да, вот как у нас область, рейер по процентам роста. Меня всегда крайне веселит. У меня вспоминается история, значит… – Куда мы растем? – Нет, нет, смотри, девчонка с нами работала, вместе у нее было, нужно посчитать там за год какой-то рост по какому-то заводу, не помню. Она говорит, слушай, Николаевич, что делать? Они в том году не выпустили ни одного крана, а в этом выпустили один. Какой у них процент роста? Я говорю, рисую на боку восьмерочку, да. То же самое и здесь. Процент роста очень сильно зависит от базы. Вот я выпустил в этом году одну буханку хлеба, а вы там двадцать. Вы в следующем году двадцать две, а я две. У меня процент роста сто процентов, у вас всего двадцать процентов. Понимаете? Я вас обогнал? Извините, а где я вас обогнал? У меня две буханки, у вас двадцать две. Понимаете, в чем дело? Поэтому надо смотреть такие вещи всегда в комплексе. То есть, во-первых, что такое абсолютная величина наказателя? То есть координаты, где мы находимся. Изменение динамика, с какой скоростью координаты меняются. И третье – это то, что вокруг нас происходит. Потому что если мы, скажем, вот я недавно заботился речью не помню кого-то из наших зампредов, он сказал, что у нас растет промпроизводство. Я просто соотнес объемы нашего промышленного производства, потому что население со средними значениями по России и по ПФО. Получилось так, что да, мы растем. Мы растем. Но если там десять лет назад мы отставали от среднего по России, условно говоря, в один и семь раза показатели, да, вот по отгрузке товаров собственного производства, то десять лет спустя мы отстаем от них уже в два раза. Так куда ж мы растем-то? Мы отстаем на самом-то деле от них, понимаете? То есть вот мы как этот бегун на длинной дистанции, круги мотает, он бежит вровень с лидерами, а на самом деле отстает от них на три круга. Вот примерно в таком состоянии сейчас находится наша Кировская область. – Параллельные измерения. – Да, то есть нет, мы просто бежим вот это вот. Проценты-то они совпадают, мы растем-то очень быстро, только мы вот по абсолютной величии нашей находимся очень далеко. – В общем, осторожно нужно относиться к теме… – Да, я всегда говорю, что статистические данные надо обязательно смотреть. Это очень полезно, потому что это дает нам особенность отношений с данными по соседним регионам, как вот сейчас правильно стал делать Киростат, дает нам понимание, кто же бы такие в этой стране. Совсем ли у нас все плохо или где-то у нас все-таки что-то есть хорошее. Вот поэтому это очень правильно, что такие данные публикуются, хотя я говорю, что относиться к ним надо очень так вот серьезно. Но сейчас я думаю, что Киростат начал работу и они вот, если все пойдет как они хотят, то люди начнут быть статистически грамотными. – Подкованными. – Подкованными. – Будут изучать и углубляться в суть вопросов. Давайте еще одну цифру, сумму, вернее, обсудим. 50 миллионов рублей, которые областное правительство выделит на поддержку фермерских хозяйств в нашем регионе, они будут раздаваться в качестве грантов. Не знаю уж, много это или мало. Изменит ли это существо? – Я бы сказал, что это не много, не мало, это очень поздно. Дело в том, что за вот 5 лет и 10 лет, опять же, последнее, я последнее очень часто сравниваю все с 2003 годом, когда у нас ушел наш губернатор Владимир Нилович. Я сегодня, кстати, его видел, прекрасно выглядит. 13 операций на глаз, так сказать. Ну, стал видеть на 40% лучше, так что дай Бог ему здоровья. – Это породится сможет. – Вот. И поэтому я обращаю внимание на то, как по части поддержки мелких форм хозяйства населения, то есть частных подворьев и фермерских хозяйств, все эти годы, последние 10 лет, мы практически взяли с тем, что уничтожали их. Я уже говорил об этом неоднократно. Во-первых, за счет того, что частников мы зарубили вообще практически, запретив подворовой убой скота и не создав условия, не создав убойные площадки, убойные пункты поблизости. Когда люди, чтобы убить корову, должны везти за 200 километров из Афанасьева в Соборской на ближайший убойный пункт. Представьте, во сколько это обходится и во сколько обходится этого же торопа. Во-вторых, мы зарубили, собственно, вопросы реализации для них, закрыв рынки. У нас осталось на всю область 11 рынков по данным того же Росстата. И человеку, который даже каким-то героическим образом получил справку от ветеринара и легально забил свою корову, продать ее уже дальше некуда. Он должен продавать ближайшему крупному товаропроизводителям забросовые цены. Таким образом, становится невыгодным этот частный бизнес. И то же самое сейчас провоцируется отчасти, тогда было спровоцировано на фермерские хозяйства. Почему-то был клич брошен, это нам не свойственное нам фермерское хозяйство. Но тут недавно Кличок сказал, что у нас не в традиции вот это частное даже. У нас колхозы крупные. Хотя еще 10 лет назад наши частники обеспечивали половину производства мяса, частники, которые нам не свойственны. А вот сейчас почему-то только 24% обеспечивают. Понимаете? Вот как за 10 лет это все уменьшилось. Поэтому здесь бы я сказал, что это, во-первых, поздно. Во-вторых, безусловно, мало. Недавно интересовался, как происходит дело в Евросоюзе. Во-первых, как помогает Евросоюз своим крестьянам, почему они так хорошо живут. Значит, сравнить цифры. Значит, 300. Вот сейчас они снизили в связи с экономией все, вообще они снизили, по-моему, на 10%. – Нагрузку на? – Да, на помощь. На помощь. Во-первых, помощь у них там осуществляется не так, как у нас. Она сейчас в прямом и непосредственном виде. Ты крестьянин? Получи деньги. У нас чаще всего эта помощь – это либо покрытие процентов по кредитам, либо вот такого рода гранты. – Собсидирование. – Да, либо гранты, конкурсы, где вот не просто обязаны получить деньги, а обязаны их вот таким-то образом, определенным истратить и в определенной форме отчитаться. Понимаете, там все гораздо проще. Там человек получает натуральные деньги. Он получает деньги за то, что он крестьянин. Он может и деньги пропить. Это никого не интересует. Если он их пропьет – у него не будет прибыли, у него не будет чего-то еще. Если он будет работать, кладывать в хозяйство – он будет хорошим, обеспеченным человеком. Понимаете, в чем дело? С другой стороны, у них нет проблемы вот этой трудоустройства вот этих вот людей, которые там, как у нас, когда люди лишились там коров, лишились там подворья, они стали безработными, они пошли на биржу труда. Да, мы хотим работу, мы хотим зарплату. А у них раз уж ты получил дотацию, ты уже человек трудоустроенный. Твое дело так своими деньгами расправляешься. У нас очень сложная система получения дотации. У нас части практически не может ее получить. Для этого он должен либо объединиться в какой-то кооператив, где возникает очередная административная настройка в лице председателя, бухгалтера и там прочих-прочих, и тоже начинается распределение – ты хороший тебе дам, ты плохой тебе не дам. Либо образовать фермерское хозяйство, что тоже не всегда выгодно, потому что человек может не способен поднять где-то большие достаточно объемы производства. Он просто хочет выращивать дома трех коровок, держать сколько-то свиней и стадо гусей ставят гуси. Поэтому фермерство у нас, к сожалению, за эти годы было доведено до состояния, до ручки. И вот сейчас вот эти 50 миллионов – это, по-моему, как в верхнем припарке, просто чтобы отчитаться перед Москвой, что мы поддерживаем малые формы хозяйственной семьи. – И тем более поддержка в виде гранта. – Поддержка с кучей оговорок, с кучей оговорок. – Непонятно, какие там требования и так далее. – То есть не все ее получат, а те, кто получат не факт, что это будет лучше из тех, кто хотел бы получить и так далее. Это всегда очень вызывает много сомнений. – Наше время истекает. Эта программа «Особое мнение». В студии сегодня был главный редактор «Вятской особой газеты» Николай Голиков. Спасибо, Николай, что пришли. Надеюсь, не последняя встреча. – Спасибо вам. – Прекрасная беседа. – Спасибо вам, уважаемые слушатели. – Всего доброго. – Спасибо.